И я не знаю, между прочим, я вернусь живой в Киев или нет, но я стою здесь, и я не боюсь свою позицию здесь декларировать, жизнью её своей подтверждать. Молодец, молодец. И риском смерти в том числе. И я хочу ещё сказать одну вещь. Вот я здесь провёл несколько дней в Москве, я приехал всего на один день, пришлось дольше задержаться. А мне смс-ки идут о том, что, Олесь, будь осторожен, тебя уже ждут на вокзале в городе Киеве, отдавайте себе отчёт. И ждут меня вот те, о которых вы говорили, и проплаченные, и купленные, и от Газдепа. И жизнь моя, чтобы вы знали, подвергается смертельной опасности. И я не знаю, я буду завтра живой или не буду живой, молодой человек. Оставайтесь, Олесь, мы вас защитим. Нет, а теперь я хочу сказать о своей позиции. Я не останусь здесь. В Москве очень хорошо, очень уютно, очень тихо. Я по профессии русский филолог. Я говорю по-русски, как вы видите, ну, наверное, не хуже любого россиянина. Вот как Гоголь говорил, он тоже родом был из-под Полтавы. Гоголь как говорил, я не знаю, какая у меня душа больше, хохлатская или русская. Я скажу даже чётче. Я не знаю, какая у меня больше душа, хохлатская или кацапская. Более того, я по происхождению, вот вы о своём заговорили. Я на 1.32 вот этот самый москаль, а на 1.32 вот этот самый хохол. Что мне внутри делить? Есть два государства, но есть один народ. Есть происки Запада, есть очень хитрая политика. Есть эти 3 миллиарда американские доллары, которых может ещё федеральная система напечатать и обесценить. Не в деньгах сейчас дело. Дело в том, будет чувствовать Россия, что на Украине есть такие люди, как я, Лесь Бузина, которые Россию любят, которые не делят ничего. Мне Россия, вот слушайте, я в Украине очень успешный человек. Я не беден. Я живу в хорошей квартире. У меня загородный дом. Я езжу на этом самом джипе. Всё это заработано писательским мастерством. У меня нет бизнеса. Я пишу. Я немного занимаюсь политикой. Дальше жизнь заставляет меня политикой заниматься всё больше и больше. Потому что жизнь становится в Киеве всё страшнее. Мои предки, а я им изменять не собираюсь, это частично обычные крестьяне и казаки, частично русские дворяне, чтобы вы знали, частично русские офицеры, дед мой колхозный сторож, отец мой бывший контрразведчик, бывший подполковник КГБ, чтобы вы знали. Я этого никогда ни перед кем не скрывал. Ну, Олесь, тогда получается единственный выход. Ну, вы определитесь. А я определился. Это дружба, но вы, вот, я определился. Давайте, давайте определимся. Нет, давайте.